МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кемпионаты мира 2002 года. И вы видите, что во главе турнирной таблицы сборная России сразу за ней идет Словения. Дальше Швейцария, Югославия, Фореры и Люксембург. В нашей команде 6 очков после двух матчей. Словенцы набрали 5 в трех матчей. В матчах швейцарцы 3 игры 4 очка, Югославы пока что одна игра и 3 очка 1 победа. Ну и далее идут Фореры и Люксембург, о которых сложно говорить, как у реальных претендентов на выход в финальную часть чемпионата мира. А вот и Россия, и Словения, и Швейцария, и Югославия далеко еще не потеряли шансы попасть в Японию и Южную Корею. Что же, составы команд. Сборная Словении и ее тренер-тречка Катанец вот сегодня доверил начать, во всяком случае, этот матч следующим футболистам братарь. Первый номер Марко Семеунович, второй номер Саша Гайсер, четвертый Желька Мелинович, пятый Спасовая Булаич, шестой Александр Кнапс, седьмой Джонни Новак, восьмой Алиш Чех, капитан команды, девятый Милан Остер, десятый Злат Казахович, одиннадцатый Ниран Павлин, именно так, с ударением на последний слог произносится фамилия этого полузащитника, и тринадцатый номер Младен Рудонья. Повторяю, тренер-тречка Катанец, ему 37 лет, он почти на 10 лет моложе тренера нашей сборной, Олега Романцева, и вот его состав на сегодняшний матч. Первый номер, вратарь Руслан Нигмасулин, второй Дмитрий Кохлов, третий Юрий Никифоров, четвертый Юрий Ковтун, два года спустя, после двухлетнего отсутствия, Юрий Ковтун возвращен в ряды сборной. Пятый номер, Амари Тетрадзе, шестой Алексей Смертин, седьмой Виктор Анопко, капитан команды, оправился от травмы и снова возглавляет нашу сборную. Восьмой Валерий Карпин, девятый Егор Китов, десятый Дмитрий Оленьчев, одиннадцатый Максим Гузникин. Сразу обращаем ваше внимание на отсутствие в составе «Динамовца» Ролана Гусева, если это, в общем, неожиданность, если и небольшая неожиданность, но все-таки неожиданность. И резерв и той, и другой команды, но пока есть время, команда только готовится выйти на поле. Я скажу, что, ну, а наше скажу, что у нас в запасе вратарь Александр Филимонов, 12 номер, 13-й Ролан Гусев, 14-й Виктор Булатов, 15-й Владимир Бичатнов, 16-й Юрий Гроздов, 17-й Игорь Сугайнов, 18-й Сергей Симак. Ю Даллас, рефери из Шотландии, ему 43 года. Это очень известный орбит, я вам расскажу, в какие моменты он соприкасался с нашими командами по ходу своей карьеры. Сегодня ему помогают два других шотландца. Это Дэвид Дойк и Стюарт Логан. Резервный орбитер, тоже представитель Шотландии, Кеннет Кларк и судья-инспектор Петер Михельсон из Дании. Команды появляются на поле. Пока форма еще не ясна, поскольку в Москве сегодня прохладно, морозно. И вот еще до сих пор команды в тренировочных костюмах, но если не полностью в костюмах, то в тренировочных куртках. И нас ждут гимны двух стран. Давайте настроимся и послушаем. Отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными командами Словения и Россия объявляется открытием. Итак, наш капитан Виктор Рановко и капитан сборной Словении Алиш Чех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Словно два гимна. Я не знаю, слышали ли вы это, друзья, но стадион пел гимн России. Мы видели, что пел и наш капитан Виктор Ановко, вернувшийся в строй. Его не было в матче с греками, в товарищеском матче, но после этого Виктор провел две игры в Испании за свой клуб Авиедо. И сегодня он снова в составе нашей команды. Так вот, стадион пел новый гимн России. Вот впервые здесь он звучал над стадионом в Лужниках. Каждый зритель получил вместе с билетом, а точнее просто на креслах, на трибунах стадиона были разложены вот такие листочки с текстом государственного гимна Российской Федерации. Ну что же, это правильно. Это, видимо, у нас будет новая традиция, и я это поддерживаю. В белом, обратите внимание, у нас белая форма, новая форма, специально подготовленная к продолжению этого отборочного цикла. Да, мы говорим продолжение, потому что сборная России, как вы помните, выиграла со счетом 1-0. Это было еще в прошлом году, в прошлом веке у команды Швейцарии на выезде, одержав очень важную победу. И потом была домашняя победа над командой Люксембурга со счетом 3-0. Так мы набрали вот эти самые 6 очков, с которыми и вышли на сегодняшнюю встречу со славянцами. Сборная Словении, у них любопытные результаты. На Фарерских островах они сыграли местной сборной со счетом 2-2, потом выиграли в гостях у команды Люксембурга 2-1, и на своем поле сыграли со швейцарцами 2-2. Ну, может быть, о перипетиях, о деталях этого матча я, походу, все расскажу. Во всяком случае, коснусь их. А тем временем вы видите, что славянцы в зеленой форме под цвет Лужниковского газона. Может быть, немножко более насыщенный цвет у футболов и трусов сборной Словении. Наши во всем белом. И вот Валерий Карпин получил мяч на правом фланге. Рудонья. И вот Ковтун. В рейтатрадзе выбил мяч у него из-под ног. Сыграл уже Никифоров. Начало такое боевое. Начало боевое. Хоть с центра поля начали футболисты сборной России, но как-то очень быстро славянцы перехватили мяч. И вот уже Саша Гайсер вбрасывает. Бросил Златка Заховичу. Сегодня ему особое внимание. Десятый номер. Вот он сейчас в борьбе с Татрадзе сразу очень ловко отыграл назад Карпину. И мы смотрим, какая же расстановка у нашей команды. Вот неточная подряд вторая уже неточная передача Валерия Карпина. Итак, Виктор Анопко занял место свободного защитника. Это очевидно. Никифоров перед ним. Центральный защитник. Никифоров не очень удачно сыграл в матче с грехами в товарищеском матче на линии Либеро. И поэтому более привычное для него место в центре защиты перед свободным защитником. Нервничает Татрадзе. Захович делает передачу налево. Это Рудонь идет по флангу. Подача. Подача на Остерца. Пока что преимущество у команды Словении. Ну вот справа в обороне занял место Амари Татрадзе. Как и предполагалось. Юрий Ковтон. Вызванный в сборную за два дня до сегодняшнего матча. Я уже говорил, что это его возвращение после двухлетнего отсутствия. Играет на левом фланге обороны. Дмитрий Оленичев занимает место на левом фланге полузащиты. Все ожидали увидеть там Динамо Старолана Гусева. Но нет. Вот это место от Диналенчеву. Который в очень хорошей форме. Здорово играет в Португалии. Кстати, сегодня на поле вот два представителя португальского порту. Это Дмитрий Оленичев. И у славянцев это Мирон Павлин. Один номер полузащитник. Вот сейчас он в центре поля. И рядом с ним Алексей Смертин. Вот Смертин опережал, правда не Павлина, а опережал Гайсера. И еще одна атака. Идет вперед Алиш Чев. Капитан славянской команды. Пас направо. Джонни Новак полузащитник. Подача в центр. И вот тут уже сейчас Анопко боролся с Миланом Остерцем. Одним из двух нападающих сборной Славени. Вот Остерц с мячом. Снова играет с одним номером Новаком. Но там все четко. Это Ковтон. С помощью Анопко мяч отобрал. И наши вот такую первую атаку начинают. Это делает на левом фланге Егор Титов. Отдает Смертину. Смертин может идти сам. Хорошая передача налево. Бузникин врывается в штрафную. Подача. Подавал на Дмитрия Хохлова. Который расположился здесь. Вот видите, Бузникин на ваших экранах. Передачу он делал на Хохлова. Хохлов в этом эпизоде расположился на линии, на точке пенальти. Вот такое впечатление, что снова, как и во втором тайме матча с греками, дуэт нападающих составили именно Бузникин и Хохлов. Но посмотрим, как все это дальше будет выглядеть. Пока что вот Бузникин получил мяч. Сыграл Соленчо. Ну а так расстановка ясна играет, если Хохлов и Бузникин вдвоем составили тандем форвардов. Да, то тогда под нападающими играет Чуков чуть сзади по центру Смертин. Карпин идет с его правого фланга. Оставил правый фланг Хохлову. Тоже интересная тактическая задумка. И нарушение правил. Было нарушение правил против Карпина. Наши продлют штрафной. Его только остается сожалеть сейчас в первый раз. И, может быть, нам придется еще не раз сожалеть в сегодняшнем матче. Особенно, когда речь будет идти о стандартных положениях. Что в составе нет Александра Мостового. Да, Александр Мостовой получил, ну я бы так сказал, две глухой карточки. Обе желтые карточки за недисциплинированное поведение. В матчах со швейцарцами и командой Люксембурга. И вынужден сегодняшний матч пропустить. Итак, идет Валерий Карпин. Недавно в матче с Валенсией он забил за свой клуб три мяча. Мяч отскакивает Оленичеву. Комбинирует с Титовым. Не получилось. Но вот Оленичев играет нас на левом фланге полузащиты. После матча с Греками Олег Романцев сказал, что Оленичев чересчур часто смещался в центр полузащиты. Романцеву больше хотелось бы, чтобы все-таки Оленичев сосредоточился на своем левом фланге. И побольше отрабатывал в обороне. Но посмотрим, учел ли вот такие пожелания главного тренера Дмитрий. Вот сейчас он на левом фланге играет с Кофтуном. Да, Кофтун ждал своего шанса. Но я говорил о том, что два года его не было в составе сборной. Сборной. Но вы помните тот 14 октября 1998 года. Матч в Исландии. Отборочный цикл чемпионата Европы. Когда Кофтун забил мяч в свои ворота. Наши програли 0-1. И он был отлучен от сборной. Кофтун с мячом. Ну а продолжая вспоминать матч с греками. Крестов там выглядел неубедительно. На правом фланге. И поэтому такую рокировку произвел Романтов. Но внимание. Пас направлено Бузикин. И Бузикин бьет хлестко. Но не точно. Рокировка. Тюминская нефтяная компания. В экранах о его рокировке, о которой я говорил, заключается в том, что Тетрадзе переведен слева фланга на правый фланг обороны. Собственно там, где был Хлестов. А место Тетрадзе слева занял Кофтун. И вот уже Хаклов, отойдя назад, сыграл хорошо Смертиным. Титов убрал ноги и позволил у себя из-под ног мяч выбить. И вот разворачивается атака сборной Словении. Гайсер отдает Рудонье. Рудонье, вот такой лысоватый нападающий. Вот он сейчас сделал передачу Остерцу. Мы его помним по чемпионату Европы. Как, собственно, вот этого футболиста, Златка Заховича, мы увидели во всей красе именно на Евро 2000. Ну что же, вот такое впечатление, во всяком случае, по первым минутам, что славянцы, извините за штамп, не собираются отсиживаться в обороне. Хотя тут все и сами футболисты, и представители тренерского штаба, и вообще федератские футболы Словении, говорили на перебой, что нас и славянцев устроит ничья в этом матче. Поражение в этой игре для славянцев смерти подобно, потому что тогда им будет сложно претендовать даже на второе место. Я напомню, регламент отборочных матчей, когда закончится вот эта атака, которую разворачивает в очередной раз по левому флангу Младен Рудонья. А вот обратите внимание, какой активный нападающий, он из клуба Фортсмут, это английский клуб второго дивизиона. Карпин прервал, получает мяч обратно от Бузникина, очень хорошо выводит Хохлова, Хохлов сможет пробить, бьет, гол! Ошибка вратаря, и тем не менее аплодисменты Дмитрию Хохлову, который не забивал, не забивал, и вот забивает уже подряд в третьем матче за нашу сборную. Прекрасное начало, Марко Семеунович, как расстроился с речкой Катанец, вы видите, а вот что сделал Дмитрий Хохлов, смотрим еще раз. Он ушел от защитника, ушел от пассы Булаича, и в тот момент, когда Булаич делал подкат, пробил очень расчетливый, и по-моему, это был зрячий удар. Вот посмотрите, вот поднял голову и пробил, пробил. Ну тут можно гадать, может быть, целился Хохлов, и, наверное, было бы логично целиться в дальний угол, но что получилось, что получилось, и получилось очень здорово для нас. Вот такое начало, и теперь это произошло на восьмой минуте. Оправдал Дмитрий Хохлов, сразу скажу, свое появление вот на острие атаки. Что же, задумка Олега Романцева сработала уже на первых минутах, и теперь словенцы вынуждены раскрываться, потому что я говорю, что их поражение не устроит. Так же, как нашу сборную не устроит ничья, потому что уже наши футболисты и представители нашего тренерского штаба говорили, что единственный вариант для России – это победа в двух матчах. Когда я говорю о двух матчах, это вот этот мини-цикл. Сегодняшняя игра и игра с Фарерскими островами. Здесь же, в Луженьках, в среду, которую тоже будет транслировать общественное российское телевидение. Внимание, Титов получает мяч, великолепный пас пяткой. Оленичев немножко промедлил, но еще момент не потерян. А, а вот сейчас Титов пропускал, думал, что подключиться сюда ближе подойдет к линии штрафной площадки Хохлов. Очень хорошая атака, и мы видим, что нервничают под напором наших футболистов, нервничают словенцы. И вот еще раз пастор зовет у мяча, а тем временем Павлин атакует. Довольно опасно. Все атаки через Рудонью. Рудонья против него Татрадзе. Рудонья увидел Заховича. Молодец, Ковтун пришел вместе с Заховичем сюда, в центр обороны, и очень здорово сыграл. Здорово сыграл, и забрасывает мяч туда, на левый фланг. Там Бузникин против него Булаич, который вот проиграл только что борьбу Хохлову в момент, когда наши забивали мяч. Прыгает Никифоров. Поборолся Татрадзе, и Ковтун четко отдает мяч назад нашему капитану. Ну что же, неплохое, очень неплохое начало. Напомню, на восьмой минуте Дмитрий Хохлов открыл счет в этом матче. Мне сложно сказать, сколько зрителей на трибунах Лужников. Ну ясно, что стадион не заполнен до отказа. Вообще, как сообщалось в прессе, было напечатано и пущено в продажу около 50 тысяч билетов. Ну, чтобы быть точным, 47 тысяч билетов. Вот, но сколько на трибунах? Давайте подождем официальные сводки на этот счет, потому что в Лужниках очень сложно судить. На этом 80-тысячном стадионе так равномерно растекаются по трибунам зрителей. И как-то их мысленно собрать в один флаг, чтобы посчитать, довольно сложно. Тречка-катанец. Вы, наверное, знакомы с его футбольной карьерой. Это я говорю о тренере сборной Словении. Был он центральным полузащитником, играл и крайним защитником. Причем в таких клубах, как немецкий Штубгарт, итальянская Самбдория. Выигрывал в Самбдории в Кубах Кубков, в Кубах Италии. Так что человек очень известный в футбольном мире. И очевидно, его достижения в роли тренера сборной Словении. Ну, хотя бы вот выход команды в финальную часть Евро-2000 говорит сам за себя. Вы помните, что на пути в Бельгию и Голландию словенцы в таковых матчах победили сборную Украины. Выиграли дома 2-1, когда Шасковский пропустил нелепейший мяч издали от Очимовича. Кстати, Очимович сегодня в запасе в сборной Словении. И, может, еще выйдет на поле. И потом сыграли в морозном заснеженном филе. Сыграли в ничью 1-1. И вот Павлин, который участвует в сегодняшнем матче, забил тот самый решающий мяч. И Словенцы не пустили сборную Украины в финальную часть Евро-2000. О, как опасно сейчас сыграл Мирон Павлин. Опасная игра. Прямой ногой шел на Никифорова. Недоволен встречкой Катанец. Я не думаю, что он недоволен решением арбитров. Пол был очевидный. Вот спорит, спорит Златко Захович с Юдалосом, швейцарским арбитром. Ну, Захович известный спорщик. Уже не только с арбитрами, но и с тренерами. Известен его конфликт и в Олимпиакосе. До Валенсии, до чемпионата Европы. После которого его пригласила испанская Валенсия. Он играл в греческом Олимпиакосе. Там, по взору с тренером, был бы сконфиксирован. И вот со встречкой Катанецом тоже не все. У них в какие-то моменты хорошо складывается. Такой конфликтный футболист. Ну, в общем, как часто бывают талантливые люди вообще. Люди конфликтные. Тем временем наши пытались провести атаку правым флангом. Не получилось. И вот пока что неудачник начала сегодняшнего матча. Марко Семенович был на ваших экранах. Это Дмитрий Оленичев. Дмитрий Оленичев. Так, ну что? Что нам предложат словенцы? Им нужно отыгрываться. Им нужно идти вперед. Пока что в составе сборной Словении два чистых нападающих. Это девятый номер Милан Остер и тринадцатый номер Младен Рудонья. Они чем-то похожи между собой. Такие оба лысыватые господа. В полузащите. Очень хорошая линия полузащиты. Это Захович, Павлин. Вместе с ними опытнейший капитан команды Чех. Восьмой номер. И седьмой номер Джонни Новак. Ну и, скажем так, четыре чистых защитника. Хотя, в общем, скорее нужно говорить о тройке защитников сборной Словении. Это их обычная такая схема игры. Три защитника. Вот на чемпионате Европы 2000 года они чаще всего играли с тремя защитниками. Ну вот вратарь тогда у них был другой. Все три матча чемпионата Европы, финальной части чемпионата Европы. В воротах сборной Словении играл Младен Дабанович. Младен Дабанович. Более молодой голкипер. Сейчас Марко Семеунович занял его место. Ну, Дабанович играл, как я уже сказал, все матчи финального турнира чемпионата Европы. Играл оба стыковых матча со сборной Украины. Играл и в этом отборочном цикле. Провел два матча. Но провалился в матче со швейцарцами, который закончил со счетом 2-2. И вот пропустив, кстати, мяч между ног. Но не с такой позиции, вот как, в которой пропустил мяч между ног только что Семеунович. Там был еще более позорный гол. Но вот в каком-то смысле Семеунович сегодня повторил ошибку своего коллеги. Тем временем, Кью Даллас. Если мы смотрим повтор этого эпизода, что привело к травме. По-моему, это лежит один из двух нападающих. Да, это Милан Остерц. Милан Остерц. Он играет в Израиле. В клубе Хапоэль из Тель-Агива. Вот было нарушение правил. Настилки. Появились на поле. Каждую среду журнал «Мой футбол». Подпишись и играй. Я вам представил травмированного Остерца как игрока Солиевского Кафуэля. Ну и в основном легионеры в составе сборной Словении. Собственно, как и у нас тоже. Вот видите, девятого номера. Остерц Оки. Футболист 185 сантиметров его рост. Ну вот, по-моему, он встает с носилок. И здесь все для сборной Словении будет нормально. А тем временем Анопка делает передачу на Кофтона. Кофтон возвращает Анопка. И перевод на правый фланг. Нужно учитывать качество поля. На таком поле мяч может и задержаться, и изменить свою траекторию. Нужно быть очень осторожным в передаче. Хотя, в общем, поле становится лучше. Я вот сравниваю с матчем недельной давности, который я комментировал отсюда. Это был матч чемпионата России. Торпеда-Динамо. Поле лучше выглядит, чем тогда. А вот как на нем играется, ну, это спросим у футболистов после матча. Напоминаю, что завтра без 15.12.23.45. Середной выпуск нашей программы на футболе. Где мы подробно расскажем и об этой встрече. И там будет много всего интересного. И особенно, конечно, мы коснемся всех отборочных матчей. Потому что сегодня много отборочных матчей в разных группах чемпионата мира. И счет некоторых из них. То, что будем успевать, будем вам сообщать и по ходу нашей игры. Титов. Титов. Хороший момент. Идет в обыгрыш. Обыграл двоих. Но ушел чуть в сторону. По Скарпину. Скарпин входит в штрафную. И бьет. Неожиданно. Это совершенно очевидно был удар по воротам. Это не была подача ни на открывшегося Бузникина, ни на высокого Кохлова. Это был удар по воротам. Видимо, вспомнив, как в предыдущем эпизоде Кохлов пробил голкипера Славенцев, решил Валерий Карпин повторить этот маневр. Пробить в ближний угол. Вот Рудонья. Рудонья в каждом матче стремится забить этот нападающий удар. Мяч попадает в ногу Анопко. Очень старается в каждом матче Рудонья забить мяч. Спросите, откуда ваш комментатор это знает. Но я догадываюсь. Рудонья любопытнейший футболист. Он провел за сборную 42 матча. Он нападающий. И знаете, сколько забил мячей в составе сборной Славении за 42 матча? Ноль. На его счету ни одного забитого мяча. А вот тем временем мяч попал в спину Кью Далласу. Это позволяет Рудонье продолжить атаку. Он входит в штрафную. Пас. Да. Такой промах. Такой промах. И в сердцах прыгает на штангу ворот Нигматулина. Злат Казахович. Вот он. Именно он игрок испанской Валенсии. 30-летний футболист. Звезда европейского футбола. Не использовал такую передачу. Великолепную передачу Рудонье. Над которым я только что иронизировал. Больше не буду. Но нужно успокоиться. Нужно успокоиться. И в общем сделать выводы. Какой провал. Какой провал. В общем первая по-настоящему острая атака сборной Славении. И наши защитники тут не разобрались. Что к чему. С выгоднейшего положения. Захович. Не забил. Рикошет от Кофтуна. Анопка. Кофтон. Никифоров. Кофтон здесь часто оказывается в центре. Защиты уходят со своего края. Ну что он присматривает за Заховичем. Да. Куда идет Захович. Куда идет в общем и Кофтон. Пока что вот так. Я вижу были разные тут варианты. Кто-то предлагал использовать против Заховича персонально Юрия Дроздова. Из Локомотива. Вспоминая то как здесь в Лужниках. Дроздов здорово сыграл против Андрея Шевченко. Но пока что Заховичу противостоит Кофтон. Там борьба. Смертин поборолся вместе с Оленичевым. Ответ. Славенской команды. И нарушение правил Никифоров. Никифоров толкал Заховича. Павлин открывается. А пас неожиданный пас. Довольно острый пас. Островцу тот не ждал. Но мяч все-таки подобрал. Захович. Много говорят о том, что Захович не в кое час в основной состав Валенсии. Но надо знать этого футболиста. За сбор он играет совершенно по-другому. Это настоящий лидер команды. И вот хорошо молодец Юрий Никифоров дотянулся до этого мяча. А вот пас он немножко неуверенно сыграл. Но ладно, пусть хоть чем закончилось, тем закончилось. Мяч ушел на угловой. Подача здесь есть кому пробить. Вот Александр Кнапс высокий футболист. Шестой номер. Вот пошел куда к ближней штанге. И подача на него. О, но вовремя Амари Тетрадзе сыграл. Александр Кнапс хороший знакомый нашего Станислава Черчесова из австрийского Тироля. Но правда вот-вот с начала лета он должен уже перейти в Кайзерслаутер. Нет, как видите, там его спина шестого номера. Еще одна подача. Снова Захович. Подача. Легматурин играет. Захович. Подняет Тетрадзе. Подача. Снова хорошо, хорошо отбивает мяч Юрий Никифоров. И дальше наш мяч выносит от своих ворот. Передача нет. Положение вне игры. Там бросили Заховича. Захович навешивает удар. И мяч вылетает в сетку наших ворот. Вот так все это закончилось. Я говорил, что Ковтон ему поручено опекать Заховича. Но в этом эпизоде получилась очень странная ситуация. Все футболисты сборной Словении были прикрыты. Все за исключением одного. Самого опасного игрока. Самого опасного игрока Заховича. Именно он и сделал голевую передачу. Вот смотрим еще этот момент. Подача. И здесь выпрыгивает. Да. А забил тот человек, которым я так долго вам рассказывал. Тот самый Александр Кнафс. Вот он как бьет. Недаром я говорил, что это высокий футболист. Его рост 191 сантиметр. И вот этот друг Станислава Черчесова ничего себе нам удружил. Вот такая интрига сегодняшнего матча. И прежде всего я отмечаю то, как бросили наши защитники Златка Заховича на правом фланге атаки сборной Словении. Ну и Кнафс. Вы знаете, было такое впечатление, что защитники считали, что подача пойдет куда-то дальше. Может быть на угол вратарской площадки. А передача словно перехватил Кнафс. И неожиданно пробил в ближний угол. Итак, матч продолжается. И сильный пас вперед. Это произошло на 22-й минуте. Я имею в виду мяч, забитый в наши ворота. Так, ну что же. Группа компании Туфтера. Спонсор трансляции отборочного матча Чемпионата мира по футболу. Россия. Словения. Олег Романцев на ваших экранах. Так все хорошо началось для его команды, для нашей команды. И вот сказал свое слово точный в передачах Захович и высокий защитник Александр Кнафс. 1-1. Что там было нарушение со стороны Амари Татрадзе. Да, призывает его успокоиться Хью Даллас. Штрафной удар с точки Шевченко. Так мы ее называем здесь в Лужниках с некоторых времен. Штрафной пройдет все тот же, пройдет все тот же Златка Захович. И опять Кнафс идет к нам в штрафную. Подача. Татрадзе выбил мяч головой. Дальше головой пытался сыграть Карпин. И над его головой мяч ушел Вау. Будет вбрасывать Саша Гайсер. Не поняли, не поняли друг друга с Заховичем. Захович бесспорно самый активный сейчас футболист в составе сборной Словении. Анопко. Да, ну вот сравняли счет на 22-й минуте футболиста сборной Словении. Должен сказать, что первый звоночек, и вы его прекрасно помните, был чуть раньше. Чуть раньше, когда просто в своей вратарской площадке наши защитники упустили Заховича. Но мы сегодня еще не раз увидим повторы забитых мячей. Вот вы обратите внимание, как Кнафс, знаете, был похож на волейбольную такую комбинацию, когда все ждут передачу на один край сетки, идет подача, и вдруг неожиданно выпрыгивает мощный волейболист. И, как говорится, такого доскаживает кала. Вот примерно то же самое сделал здесь, в Лужниках, только что Александр Кнафс. Но, внимание, нашим не стоит расстраиваться. Смертин делает хорошую передачу. Коклов, Коклов бежит, падает. Нужно будет еще посмотреть, но такое впечатление, что сам запутался в стоп-сот ногах и в мяче Дмитрий Коклов. А момент был очень хороший, и была хорошая передача Алексея Смертина. Коклов на ваших экранах. И встречка катанец. Самое интересное, он молодой тренер на чемпионате Европы, был самым молодым из всех тренеров команд, участник финала европейского первенства. Настолько молодой, что целая группа футболистов сборной Словении, ныне действующих футболистов, и Семеунович, и Новак, и Чех, и Захович, и Рудонья, играли еще с ним в одном составе сборной. Можете себе представить, как бьются футболисты сборной Словении? Тюминская нефтяная компания. Официальный партнер сборной России по футболу. Ну вот Йожев Саба, было очень интересное его интервью, спортэкспрессу, Йожев Саба, тренер, в прежние времена тренер сборной Украины, делился своими воспоминаниями о матче со Словенцами, но там рукой сыграл. Рукой сыграл Остров, да-да, все видит, как удалось. Конечно, была игра рукой, и Острову еще повезло, что он не слопотал за эту желтую карточку. Так вот, Йожев Саба говорил, что довольно грязно играет сборная Словении. Ну, честно говоря, пока я этого не вижу, идет жесткая борьба, пока в рамках правил. Ну и говорил Йожев Саба о том, что славянцы умеют работать с футдями, но я не знаю, так сказать, это достаточно бездоказательно, на мой взгляд. Во всяком случае, я хотел бы посмотреть на человека, который попробует поработать с британским арбитром, поработать с югалоком. По-моему, такие попусти обречены на провал. И пока что Хью Даллас уверенно контролирует хоть матча. Ничего не было, нарушения про Почмерчина не было. В центре поля Закович отдает назад, пас в направлении Рудони, Рудони пропустил мяч под ногой, и вот уже Виктор Анопко.